Посылается команда, которую он выполняет. Это включение, выключение, переключение каналов и тому подобное. Для телевизоров Samsung мы проверили на нескольких сериях. Какой-то специфики для каждой модели нет. Все телевизоры Samsung понимают те же самые команды. И данная возможность управлениями применяется для любых моделей без каких-либо ограничений. Наверное, два самых важных слайда, которые оставили ближе к концу. Это зачем управлять телевизором и какие интересные функции можно с этим сделать. Но прежде всего, имея интеграцию телевизора с контроллером, вы всегда будете понимать, в каком состоянии телевизор и возможность его включить или выключить. Это хорошо, если у вас есть маленькие дети, понимать, работает телевизор. Либо четко задавать, это уже пример автоматизации, время работы. То есть, когда он может быть включен, либо когда он включен, на какое время. В принципе, все эти сценарии и возможности, они зависят от внутренних потребностей. И сам факт интеграции телевизора с контроллером и широкие возможности контроллера по автоматизации не представляют каких-то принципиальных ограничений для разных сценариев. Вот некий перечень того, что можно сделать. И о чем я, что вы видели, о чем расскажу. Например, это автоматическое переключение каналов. Всем известно такое выражение, пощелкать каналы, когда вы постоянно переключаете. Это можно сделать с помощью одной кнопки, то есть нажать, и с периодичностью каналы будут переключаться. Это нажатием одной кнопки включения определенного нужного канала. Простой пример. В воскресенье с утра вы спите, приходит ребенок и драгоценные утренние часы, по которым многие программы, по которым идут мультики, вам достаточно достать телефон, нажать одну кнопку, телевизор включится, переключится на карусель или Disney, и у вас полноценный дополнительный час на воскресенье. Это многого может стоить. Ну и также автоматизировать, то есть нажатием одной кнопки делать ряд действий. Вот пример того, как могут выглядеть пульты в интерфейсе, в мобильном интерфейсе или в веб-интерфейсе. Это может быть абсолютно простой пульт, в котором регулируется только звук и каналы. Это могут быть какие-то дополнительные функции, которые дублируют основной пульт. Ну, скажем так, вот первая картинка, которая показывает, если вам неохота искать пульт для каких-то настроек, то вполне достаточно переключать звук и каналы для того, чтобы полностью управлять телевизором, ну и выключать его. Если использовать телефон в качестве полноценного пульта, то просто добавляются необходимые кнопки. Это все достаточно просто реализуется путем настройки. И вот справа пульт, на котором несколько примеров того, что можно сделать без каких-либо дополнительных сложностей. Как я уже говорил, это контроль состояния, то есть отсылка телевизора команды и понимание того, если он отвечает или нет, в каком он состоянии, включен или выключен. Это кнопочка пощелкать каналы, про которые я рассказал, то есть нажатие одной кнопки, которая будет переключать последовательно каналы с заданным интервалом. Когда что-то нужное появится, нажав ее еще раз, собственно, это действие закончится. И возможности по нажатию на одну кнопку нескольких действий, к примеру, это включение, например, выбор какого-то приложения в Smart TV, либо, как я уже говорил, последовательность действий. На примере Samsung он не всегда корректно перематывает, но вот нижняя строка, перемотка вправо-влево, она реализована путем нажатия последовательной кнопочки влево или вправо. Это действительно работает, это упрощает жизнь в повседневном обиходе. Один момент, на который хотел бы обратить внимание, что только, наверное, последние модели, появляющиеся, поддерживают команду сетевого включения. То есть телевизор включить по сети не удается для многого большого числа текущих моделей. Выход из этого – это возможность интеграции, как я уже говорил, с инфракрасным передатчиком. Он может быть установлен в комнате и управлять другими приборами. И, к примеру, он же будет посылать команду включения. Но для пользователя это все будет оставаться в рамках одного и того же пульта. Просто добавится действие на кнопку ON-OFF или дополнительную кнопку ON. Ну и возможность интеграции телевизора с умным домом дает и другие неявные преимущества. Это, например, при уходе из дома, при нажатии кнопку «Выключить все», в том числе выключать и телевизор. А если у вас нет дома, то так называемый сценарий имитации присутствия, который может включать телевизор в определенное время, дать ему поработать с включенной громкостью и выключать. Соответственно, это будет делать некое ощущение того, что кто-то до наума есть и отпугнет непрошенных гостей. В принципе, вот что я хотел рассказать. Думаю, что применение этого сценария, оно уже более явное и ощутимое, и видны его преимущества. Да, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте в виде чата. По возврату пользователю текущего канала, да, Виталий ответил, что не у всех телевизоров есть обратная связь. У Philips'ов, у некоторых моделей это было, у Samsung'ов нет. Samsung'и только понимают необходимые команды и, соответственно, их выполняют. Для других марок, для LG, для Sharp'а, если документированная API, то, соответственно, это также программируется и легко выполняется. А узнать, включен он или нет, как я уже сказал, реализация следующая. Это периодическая проверка доступности того же сетевого интерфейса определенной команды. Если телевизор отвечает, то он включен. Соответственно, это взаимоисключающие вещи. Когда телевизор выключен, он и не может быть включен по сети, но это и дает информацию о том, что, собственно, он выключен. На данный момент примерно подход такой. Я думаю, что с выходом новых моделей, как телевизоров, так и бытовой техники, возможности интеграции будут расширяться, потому что сейчас есть модели кондиционеров и каких-то стандартных приборов с интерфейсом Wi-Fi, который позволяет ими как-то управлять. Я думаю, что мы в будущих встречах продолжим и расскажем что-то интересное из этой области. Если вопросов нет, тогда я передаю слово коллегам. Да, добрый день. Меня зовут Никита. Спасибо Руслану за его детальный рассказ об управлении умной техникой и в данном конкретном случае об управлении Smart TV. Также компания The Life помогла нам на выставке High Tech Building. Представили там свои два решения. Это управление Roomba и, собственно, Smart TV Samsung. Вот если вы там были, то, может быть, даже видели, как это все работает. Я же вам расскажу о такой интересной задаче. Это удаленный доступ без использования стандартных сервисов Fibara, Raspberry и Vera. То есть, если вы работали с контроллерами The Wave, вы знаете, что у всех производителей есть свои сайты удаленного доступа. Это homefibara.com, homegetvera.com и findthewave.me, через которые вы можете удаленно попасть на свой контроллер. Однако, если вы не хотите зависеть от доступности, соответственно, серверов компаний, там, польских Fibara или наших ZWF.me, да, или веры, как же в этом случае быть? Собственно, в этом случае нам на выручку приходит VPN, то есть виртуальная личная сеть. Что это такое? Собственно, VPN представляет собой некий сервер в интернете, с которым вы при выходе в интернет устанавливаете защищенное соединение. Давайте попробую здесь порисовать. Я надеюсь, это будет видно. То есть, ваш компьютер или мобильный телефон устанавливает соединение с интернет-сервером VPN. Это соединение защищено стандартными алгоритмами шифрования, которые используются в работе сетью интернет, поэтому считается де-факто безопасным от взлома хакерами и прочими сомнительными личностями. Так вот, когда вы установили такое шифрованное соединение с вашим VPN-сервером, давайте я даже здесь помечу, что это такое замочек. Когда вы установили ваше шифрованное соединение, вы можете через этот сервер выходить в сеть интернет. То есть, сейчас это используется в том числе для обхода блокировок с всевозможных стран. Допустим, из Китая, если вы выходите в интернет, это удобно использовать, если на какие-то ресурсы или что-то недоступное в Российской Федерации, это можно использовать, но я об этом рассказывать не буду, это как бы не наша тема. Зачем это нужно нам? Нам это нужно, потому что VPN также позволяет объединять несколько ваших устройств, находящихся в разных локациях, в одну виртуальную сеть. То есть, вот на этой картинке вы видите, что у нас с вами наш интернет, наш мобильный телефон может подключиться к этой сети, когда вы, допустим, едете где-то в поездке. При этом ваш домашний компьютер будет также в этой сети, то есть они могут обмениваться данными. И при этом у вас еще ваш рабочий ноутбук также будет в этой сети. За счет этого и осуществляется возможность работы с контроллерами домашней автоматизации не только Z-Wave, но и Z-Wave тоже. То есть это Fibara, Raspberry или Vero. То есть фактически у него тоже появляется доступ к нашим устройствам. То есть выглядеть это будет следующим образом. Наш мобильный телефон, когда вы находитесь не дома, подключается через специальный VPN-клиент к вашему VPN-серверу в интернете и через него попадает в вашу домашнюю локальную сеть. Соединение получается с двух сторон защищенное. То есть у нас и контроллер подключен к этому VPN-серверу защищенно, и ваш мобильный телефон подключен к этому VPN-серверу защищенно. То есть получается, что у нас полностью защищенное соединение, которое достаточно сложно, на мой взгляд, вообще невозможно разломать, если не задаваться специальной такой целью. Итак, как же это настроить? Собственно, план действий такой. Необходимо настроить VPN-сервер, который будет выполнять львиную долю всей работы. Настроить VPN-клиент на вашем роутере, чтобы у вас ваш компьютер или ваш Raspberry или Fibara могли выйти и подсоединиться к VPN-серверу. Также настроить на вашем смартфоне VPN-клиент для того, чтобы, собственно, смартфон мог к нему подключиться. После этого настроить трансляцию локального адреса на роутере. Это означает, что точкой выхода в интернет будет являться ваш роутер. И вам необходимо, ну, как бы пробросить ваш контроллер через ваш роутер. Об этом я расскажу чуть позже. И, естественно, что внести IP-адрес в приложение на смартфоне, чтобы смартфон знал, куда ему подключаться. Итак, как выполняются все из этих пунктов? Первый, самый важный, это настроить VPN-сервер. Здесь у вас есть два варианта. Первый, вы можете использовать готовое решение. Лично я, подготавливаясь к этому вебинару, использовал VPN-сервис SaferVPN. В принципе, неплохо. Либо вы можете сделать это самостоятельно, но это как бы задача со звездочкой, как говорит Полина. То есть здесь придется попотеть, чтобы это сделать. Вам надо купить виртуальный сервер в облачном сервисе, там настроить правильно VPN-сервер и так далее. В общем, это такая надолго задача. Использовать готовое решение это быстро, но и дороже, естественно. То есть за использование этих серверов необходимо платить ежемесячную плату, там, ну, в районе 50 долларов, наверное, вот так вот. На скидку, если вам сказать. Итак, после того, как вы определились с тем, какое решение вам подходит, вы настраиваете VPN-клиент на роутере. Я буду рассматривать именно на роутере сейчас, потому что, естественно, что если вы используете, например, одноплатный компьютер Raspberry Pi, который, по сути, является полноценным компьютером, да, то есть вы ни в чем там не ограничены, вы можете настроить VPN прямо на нем, прямо на Raspberry Pi. Но это не подходит для, допустим, FIBAR или еще каких-то других решений, на которых установить собственные программы обеспечения внутрь контроллера нельзя. Итак, как же настроить? Значит, первое, это, вариант, это купить роутер с поддержкой VPN. В принципе, это всегда в технических характеристиках роутера обговаривается, что он поддерживает VPN, не поддерживает VPN. Есть модели одного и того же роутера, которые отличаются на 100 рублей просто из-за поддержки этого VPN. Вот, если вы, соответственно, так, перелеснул сильно, прошу прощения, сейчас вернемся. Так, да, если вы, соответственно, купили подходящий роутер с поддержкой VPN, то дальше вы просто следуете инструкциям. Ну, вот здесь вот на примере Zyxel мы заходим в соединение, выбираем нужный нам протокол, да, там это прям подписано, PPTP, VPN. Вводим все данные, которые обычно есть, ну, на сайте SaferVPN в данном случае, да, то есть там есть адреса, которые надо вводить, ваш логин, пароль. В принципе, после этого все должно заработать. Второй вариант, это перепрошить роутер самостоятельно, это тоже задача со звездочкой, как и самостоятельная настройка VPN сервера. А здесь вы можете подобрать подходящий вам роутер и перепрошить его, и у вас будет свое полноценное решение, если есть желание. То есть первый вариант быстрый, второй вариант более настраиваемый. После того, как вы это сделали, вам необходимо убедиться в том, что ваш роутер подключается к VPN серверу, то есть это надо сделать в панели управления VPN сервером, убедиться в том, что есть подключение. После того, как вы в этом убедились, переходим к следующему этапу, это устанавливаем VPN клиент на смартфоне. Обычно сервисы готовые предлагают свое мобильное приложение, либо есть универсальное мобильное приложение OpenVPN Connect для работы с протоколом OpenVPN. Это опять же, если вы самостоятельно выполняли предыдущие два пункта, можете и здесь продолжить это сделать. Либо использовать готовые решения. После того, как вы настроили VPN на смартфоне, у вас смартфон каждый раз при подключении будет работать именно через этот VPN. То есть соединение, естественно, будет медленнее, чем при нормальной работе, но оно будет полностью защищено. То есть никаких проблем с взломом у вас не будет. После того, как вы настроили VPN клиент на смартфоне, вам надо убедиться также в панели VPN сервера, что смартфон действительно появился, действительно установил соединение. После этого осталось совсем немного. Теперь нам необходимо настроить трансляцию адресов. То есть, как говорят, пробросить контроллер через ваш роутер, потому что по умолчанию роутер не будет никого пускать внутрь вашей сети. И, соответственно, здесь вы настраиваете трансляцию адреса с роутера до определенного порта на, допустим, Fibara, или на Vero, или на Raspberry, тот контроллер, который у вас находится внутри локальной сети. После этого необходимо выполнить финальное действие – это изменить настройки приложения. То есть в приложении вбить ваш новый адрес VPN, вашей локальной сети, грубо говоря, виртуальной, который будет теперь постоянным. То есть вы всегда сможете по этому адресу достучаться до хом-центра, неважно, где вы, неважно, работает сервера Fibara, Vero или ZVS.me, у вас всегда будет свой личный, собственный VPN-канал. То есть как это будет работать? То есть у вас здесь будет устанавливаться зашифрованное соединение. Здесь вы вбиваете IP-адрес, допустим, там 192, там и так далее. Какой-то адрес там вбиваете, да, там 1, например. Соответственно, у вас по этому адресу устанавливается соединение, вернее, сначала установилось соединение с VeroVPN, да, или с вашим VPN-сервером. Дальше идет по этому адресу, именно в этой локальной сети попадает на ваш роутер запрос. И дальше через роутер, через определенный порт, допустим, там 7, 7, да, вы попадаете на Fibara Home Center. Вот, ну и, соответственно, обратно все работает точно так же. Вот, надеюсь, стало чуть-чуть яснее, как с этим всем работать и дружить. Теперь вы можете предложить, то есть иногда нас спрашивают, да, то есть можно ли самостоятельно подключиться, да, минуя сервисы Fibara или ZWF.me или Vero. Да, можно, без проблем. Вот теперь у вас есть такой простенький рецепт, как это делать. На этом спасибо, я передаю слово Виталию, который расскажет о подключении проводных устройств, используя GPO-разъем, контроллер Raspberry. Здравствуйте, меня зовут Виталий, я инженер компании ZWF.me. И раз уж у нас пошли такие разговоры о различных интеграциях, то давайте я расскажу, как с контроллером Raspberry можно интегрировать проводные датчики и исполнительные элементы. Многие из вас знают, что контроллер Raspberry построен на базе мини-компьютера Raspberry Pi. Последняя версия базируется на плате версии Raspberry Pi, у которой 40 GPO-контактов. Эти контакты мы можем использовать по нашему назначению. Можем подключить к ним различные бинарные датчики, то есть датчики, которые замыкаются, размыкаются. А можем подключить исполнительные элементы, такие как светодиоды или реле. Светодиоды могут нам показывать какое-либо состояние, например, контроллер включен, или идет процесс включения, или, например, отправлена команда. Это очень удобно делать, если вы используете какой-то другой корпус, или совместно с какой-то другой системой, чтобы показать ее состояние. Ну так вот, сейчас я расскажу, каким образом можно на Raspberry, используя нашу систему автоматизации TheWay, интегрировать проводные датчики и использовать элементы. Сразу же я дам ссылку в чат. Вы можете эту же презентацию, которую я сейчас показываю, смотреть и у нас на сайте, и она у вас останется, если вы в будущем захотите это дело воспроизвести. Итак, у Raspberry 40 GPO-контактов, многие из которых мы можем использовать по нашему назначению. Итак, первое, что мы будем делать, это добавим бинарный датчик, в данном случае это кнопка, она нажалась, ну, у нее два состояния, либо она нажата, либо она отпущена. Точно так же работает датчик открытия двери, то есть, либо у нее контакт замкнут, либо разомкнут. Датчики движения также работают, то есть, любые аналогичные датчики. Итак, по схеме подключения вы можете посмотреть, у нас используется кнопка и два резистора. Далее, нам нужно в Raspberry прописать эту кнопку с помощью модулей. Первое, что мы делаем, во-первых, это разрешаем команды в строке, которая начинается с эха. Второе, мы создаем модуль load-custom-javascript-code, в котором мы прописываем инициализацию, вот, как вы видите, на скриншоте. Вы можете здесь, вот, у меня здесь прописана инициализация двух GPO-23, который будет работать как бинарный датчик, и сразу же 24, как там будет подключен светодиод. Далее, после того, как инициализация прошла, теперь мы можем получать с бинарного датчика его состояние. Для этого мы создаем код-девайс, типа sensor-binary, и в код для получения значения прописываем вот эту команду. System, bin, card, sys, class, и так далее. Эта команда будет выполняться раз в секунду, и будет вам сообщать виджет, в каком сейчас состоянии датчик. То есть, либо включен, либо выключен. Ну, вот, как вы видите, создается вот такой виджет, он сейчас в состоянии on. Что нам это дает? Теперь у нас появилась новая сущность в системе автоматизации TheWay, и мы ее можем использовать наравне со всеми ZWay-устройствами. То есть, это ваш проводной бинарный датчик. Вы с помощью других модулей автоматизации, таких, например, как bin device или logical rules, можете с помощью этого датчика включать, выключать свет, создавать сценарии протечки, все что угодно. То есть, используйте его как обычный ZWay-датчик. Так. Идем далее. С датчиком разобрались. А теперь подключим туда светодиод. Ну, как я и говорил, светодиод можно использовать как индикацию. Можно вместо светодиода подключить реле, а можно подключить не одно реле, а десяток реле. Тогда у вас получится полная система управления какими-то входами-выходами. Ну, все что душе угодно. Можете выключать свет, можете открывать ворота, можете перекрывать воду с помощью реле, подключенных к Raspberry. Итак, ну, в данном случае светодиод для демонстрации подключили. Также мы его должны проинициализировать в модуле loadCustomJavaScriptCode, код указан. И далее мы создаем код device, в котором мы укажем две команды включить и выключить. Ну, вот здесь для примера показан скриншот, как это все настраивается. И у нас создается такой виджет стандартного реле, который мы также можем использовать в автоматизации. Ну, для демонстрации я сейчас покажу короткое видео, которое мы записали. Как у нас подключен датчик, бинарный датчик за 30 рублей с ближайшего магазина, который используется для детектирования открытия окон. Брелок. То есть, это как раз, вот здесь он создавался как оперативное решение, поэтому это возможно. В том, что они... Не знаю, заметили. В общем, обратите внимание на виджет. Да, и нажмите, внизу экран есть, под видео есть кнопочка «Вписать в экран». Она рядом с лупой находится, вот, лупа плюс, лупа минус, и... Чтобы, если вдруг вы видео не целиком видите. Да, сейчас я включу еще раз видео. Брелок. То есть, это как раз, вот здесь он создавался как оперативное решение. Вот это состояние «Он», состояние «О». Ну, и я еще чуть позже вернемся. Я буду рассказывать про Iridium, и там как раз я в качестве примера покажу, как этот датчик работает реально. Если есть вопросы... Да, рисунок меняется. Если есть вопросы по тому, как... А, когда сможем поменять иконку. Я могу вам сейчас прям показать, как это сделать. Очень быстро и очень сложно. Вот вам, пожалуйста, ссылочка. Вот, да, на ту инструкцию. То есть, возможно, вы уже попробовали попользоваться, и у вас не получилось. Но мы работаем над тем, чтобы... Чтобы, значит, наводить красоту. Так, есть план избавиться от пулеров? Да, можете прокомментировать, что за пулеры. Вы имеете в виду опрос, чтобы не проводить опрос устройств. И да, есть планы по этому поводу. Значит, для этого... Что нужно для этого сделать? Например, наш движок Z-Wave, он как раз работает, используя callback-связь. То есть, как только у него какие-то изменения произошли, он возвращает в движок автоматизации. То же самое можно сделать в GPO. Для этого нужно написать отдельный модуль, не на JavaScript, а на C++, который будет возвращать обратную связь от этих устройств. Да, есть еще такой сервис iNotify. GPO, я так понял. Ну, да, в данном случае, вот, iNotify для нас будет избыточен, потому что у нас есть своя система работы с модулями, ну, любыми. Вот, в том числе, работа с GPO. Вот, ну, все упирается, как обычно, во время. Вот, но план таки и есть, чтобы вывести поддержку GPO на более высокий уровень. Да, вот, web.io.py. Но здесь тоже, в EO.py нужно проводить опрос периодический. Вот, ну, в принципе, это аналогичная система той, что я показал, только с помощью использования нашей системы автоматизации. Значит, ну, ссылку я дал, то есть, вы всегда сможете вернуться к ней, посмотреть, как это можно сделать. Ну, вот, эти знания не будут потеряны. Вот, а я хочу передать слово Вадиму, где он расскажет о своем опте интеграции. Вадим? Да, добрый день. Всем слышно меня хорошо? Так, добрый день. Сегодня я хотел бы... Меня зовут Вадим, я инженер компании FibiLogic. Сегодня я хотел бы рассказать о интеграции системы отопления на платформе Z-Wave, используя две технологии Z-Wave и Modbus. Вкратце хотел бы остановиться по двум системам Z-Wave и Z-Wave. Ну, конечно, многие уже используют эти системы, знают, для чего это. Ну, хотел бы вкратце пробежаться по основным моментам. Z-Wave – открытая система автоматизации для умного дома, возможность выбора аппаратной платформы. Ну, что мы под этим имеем в виду открытая? Соответственно, работает на платформе Linux, которая позволяет очень гибко настраивать всю систему, независимо от аппаратной платформы. То есть мы знаем, что Z-Wave портирована на очень много устройств. Она может портироваться и на сетевые сервера, на мультимедийные сервера. То есть где работает Linux, туда же можем поставить и Z-Wave. Начиная от сейчас нового Raspberry Pi Zero, вроде вышел, то есть там стоимость 5 долларов, заканчивая промышленными решениями, которые могут работать и на улице. То есть мы не привязаны к аппаратной платформе и можем выбирать аппаратную часть в зависимости от нашей задачи, где нам необходимо установить контроллер, в каких условиях. и какое его будет назначение. Дальше Z-Wave поддерживает, кроме, в принципе, изначально родных, если можно так сказать, родного оборудования Z-Wave, беспроводного. За счет системы виртуальных устройств мы можем интегрировать в нашу систему, в нашу систему автоматизации, управления сценариями, ну, практически любое устройство, которое... поддерживает или TCP, IP, или поддерживает какие-то функции платформы, на которой работает Z-Wave. Вот только что Виталий рассказал про использование входов-выходов. Raspberry, соответственно, у Raspberry там и E2C есть, SPI, ну, фактически получается любое оборудование. Мы можем привязать к платформе, у нас появляются виртуальные устройства, и эти виртуальные устройства мы сможем использовать в наших сценных сценариях, контролировать. То есть это, мы считаем, очень важная функция. Также при базовой установке устройств... ESP-8266. Да, Рошад, то есть такой модуль Wi-Fi интересный, ну, в принципе, вот Raspberry Pi Zero тоже пытается в этом направлении идти, и достаточно много... Да, я понял. То есть в плане удешевления аппаратной части уже много игроков вышли, ну, буквально чуть ли не по цене, чуть ли не дарят сами аппаратные устройства, на базе которых можно построить систему. Вот, ну, это как бы зависит от задачи. Также Z-Wave идет уже с предустановленными модулями автоматизации, то есть после установки мы уже можем программировать, настраивать базовые сцены, причем не используя какого-то языка программирования, это все делается в графическом интерфейсе, веб-интерфейсе. И, если есть необходимость, можем использовать и скрипты на JavaScript. Соответственно, здесь у нас уже, ну, ограничены только нашими идеями. Соответственно, JavaScript мы можем написать практически любой алгоритм, алгоритм любой сложности. Дальше, на чем хотел бы вот акцентировать внимание, система резервирования и расширенная диагностика сети Z-Wave. То есть, это одна из самых, ну, после того, как уже прошел эффект вау, когда мы повключали, повыключали, начинается, если можно так сказать, режим продакшн, когда идут месяцы, полгода, год проходит. Естественно, все это должно работать стабильно. Но случаются различные проблемы. То есть, они, конечно, могут зависеть и разные. Ну, все, что угодно может случиться. Перенапряжение могут устройства выйти из строя. Ну, сейчас я не буду описывать возможной неисправности, но это может быть. Так вот, платформа Z-Wave поддерживает фактически полное резервирование устройства. То есть, мы можем резервировать как наши алгоритмы, сценарии, так и резервировать структуру сети Z-Wave. Соответственно, если у нас есть какие-либо проблемы у заказчика, то мы можем просто ему дать копию контроллера. Или даже оставить этому копию в качестве резерва. Потому что цена на контроллер достаточно демократична по сравнению с другими системами. Вот. И в то время, пока у заказчика будет, или у нас, то есть, я сейчас стороной говорю, как со стороны инсталлятора, пока у заказчика будет работать резервный контроллер, который абсолютно копия основного рабочего, мы можем разбираться с проблемами, которые возникают на рабочем контроллере. Это очень большой плюс. Не надо, как на других системах, заново включать устройство, заново какие-то действия, манипуляции производить. Предоставили копию, все, забрали, рабочий контроллер, занимаемся. Заказчик, по сути, этого даже, ну, должен и не заметить в идеальном случае. Также есть система замены устройств, что тоже немаловажно, когда, если устройство вышло из строя, мы можем подставить другое устройство, включить его и назначить ему, соответственно, старый ID, который использовался неисправным устройством. Контроллер при этом не заметит подмены, и система продолжит работать в штатном режиме. То есть в плане надежности это очень важно, это предоставляется, вот пока я не знаю, Home Center 2, насколько знаю, не предоставляет такого, ни Вера, ни другие контроллеры какие-либо, такой системы резервирования и поддержки надежности сети не предоставляет. Также для тех, кто проводит диагностику, какие-то проблемы с передачей команд, когда мы начинаем диагностировать нашу сеть и разбираемся, почему у нас в тайле команда не доходит или доходит неправильно, по каким-либо причинам ZV предоставляет расширенную диагностику, по которой мы можем уже просмотреть, в чем может быть причина. Это тоже очень полезно. То есть это не черный ящик, как другие контроллеры, где мы не понимаем, если у нас что-то не работает, что-то отваливается, почему это происходит. То есть система очень надежная и предоставляет все средства для повышения качества работы и надежности работы. Протокол Модбас. Протокол Модбас также является открытым, то есть по нему есть все спецификации в интернете, это очень легко найти. Протокол взрослый, изначально его Шнайдер Электрик использовал, уже, я не знаю, лет 30 может ему протоколу этому. То есть все его тонкости, все его проблемы, плюсы и минусы все неизвестны. Протокол достаточно простой, надежный. Ну, есть у него, конечно, там свои детали, там нет защиты передачи канала. Ну, на тот момент, когда он создавался, этого и не требовалось. Большой выбор устройств сейчас существует, то есть и как раньше, и сейчас, достаточно большой выбор устройств. Под устройствами я имею в виду входа-выхода, причем разные релейные, транзисторные, модули контроля электроэнергии, какие-либо системы климат-контроля. То есть, ну, существует достаточно большой выбор устройств, к которым мы можем подключиться по протоколу Modbus. Modbus использует, ну, в основном, это физический интерфейс 485. Мы остановили свой выбор на Modbus TCP, то есть обычный интерфейс Ethernet. Причем устройств сейчас уже достаточное количество можно выбрать и с питанием по Ethernet. Соответственно, нам не надо проводить ни 220, ни блок питания использовать. Прокидываем Ethernet куда-либо и ставим туда модуль входов-выходов. И сможем и управлять, и контролировать какое-либо устройство удаленно. То есть, например, если нам необходимо контролировать что-либо за 50, за 100 метров, или там какой-нибудь датчик, ну, иногда проще прокинуть провод наверх. С мэш-сетью это бывает тяжеловато сделать. Провод обычный Ethernet, сетевой. Реализуется, соответственно, это за счет виртуальных устройств, о котором я говорил раньше, о котором я показывал Виталий, для связи с GPO Raspberry. Виртуальные устройства, соответственно, мы сможем использовать в наших сценах, сценариях и в любых алгоритмах автоматизациях. Также для непосредственного подключения Modbus используется сервер на Node.js. То есть, Z-Wave делает запрос на сервер Node.js. Node.js использует библиотеку Modbus и управляет непосредственно модулем входов-выходов. Сервер Node.js крутится там же, где и Z-Wave, то есть на том же самом Raspberry. Это все на одной платформе. На картинке представлена реализованная структура по управлению отоплением. Значит, здесь мы видим коллектор, на котором установлены клапаны электромеханические. Каждый клапан управляет отдельно своим радиатором. Также под номером 2 представлен модуль как раз входов-выходов. Модуль питается по PoE, по Ethernet через свитч с питанием по PoE. И подключен в общую локальную сеть, куда я подключен Raspberry. Температура в комнатах считывается через беспроводные датчики FIBARO. Датчики установлены в каждой комнате. То есть, это общая структура. Так выглядит установленная система. Соответственно, мы видим коллектор. На каждой зоне установлены по электромеханическому клапану. Клапаны Aventrop. Практически, если можно так сказать, неубиваемые. Там нет какой-то механики. Думаю, возможно, уже многие с ними знакомы. Это очень популярная у нас продукция. Aventrop. Также Valtech делает. Ну, AEM, такие же клапаны продает, но под своим брендом, насколько я знаю. Вверху в коробке расположен модуль размером с пачку сигарет. Это модуль Modbus ходов-выходов. И, соответственно, он по Ethernet, по PoE подключен в локальную сеть. На картинке представлено интерфейс Z-Wave. Здесь мы видим два устройства. Одно устройство виртуальное, чела-вот радиатор. То есть радиатор, соответственно, мы можем вручную включать-выключать, будет открываться-закрываться клапан вручную. Это виртуальное устройство. В модуле используется HTTP Device, который поставляется вместе с платформой Z-Wave. И используется модуль термостат. В модуле термостат мы задаем элемент управления. Это радиатор. И элемент температуры. Это датчик, так называемый, глаз, фибаровский. Используя эти два элемента, модуль термостат начинает регулировку температуры. Держит температуру по практике достаточно точно. По умолчанию там стоит плюс-минус 1 градус. И если сама система отопления, конечно, спроектирована правильно, и по мощности, ну, практически плюс-минус 1 градус стабильно держит без каких-либо вопросов, проблем. Также мы немножко модифицировали сам модуль термостат. Почему? Ну, возможно, мне потом ребята подскажут, но мы не нашли такой функции. Для того, чтобы было возможно радиатор управлять и вручную, и в режиме автомата. То есть у нас два режима. Если пользователь включил радиатор в виртуальное устройство, режим термостата перестает работать. То есть радиатор остается постоянно включенным. Или он выключил радиатор. То есть мы как бы переходим в ручной режим. Если пользователь выбрал в виджете термостат температуру, ручной режим отключается, и начинается автоматическая регулировка по датчику. То есть здесь мы как бы сделали переключение между автоматом и ручным, то есть чтобы у пользователя всегда была возможность просто включить клапаны без автоматического режима. Здесь мы видим модули, которые используются в Z-Wave платформе и активированы. Это виртуальный термостат модуль и HTTP устройство, HTTP девайс для управления нашим клапаном. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готовы ответить. Спасибо, Вадим. Видимо, вопросов нет. Надо все это переварить. Я напоминаю, что Вадим и компания Fibia Logic помогали нам в участии в хай-тек-билдинге, представили очень интересное решение. Это интеграция демофонов, причем любых. Там была база IP, там были и аналоговые цифралы. В общем, они специалисты сразу по нескольким областям. На этом, в принципе... А, ну вот, есть вопрос-то, да, Вадим? Наверное, давайте закроем все вопросы. В принципе, в чате тоже можно. Вот, на этом все такие новые интересные разработки решения у нас подошли к концу. И теперь у нас небольшой такой даджест, да, то есть сборник изменений, вообще, такое обновление. Вот, сейчас я буквально несколько слов скажу по изменению прошивки Fibara Home Center. У нас появилась совсем недавно новая бета-версия. Это 4.058. Кое-чего поломали, кое-чего добавили. Вот, самая главная новость в том, что наконец-то вышло обновление для бета-версии пока что для Fibara Home Center Lite. Это означает сразу же поддержку новых устройств. Давайте с вами посмотрим, что у нас теперь есть. Вот, ну, буквально совсем несколько слов. У нас появилась поддержка термостатов теплого пола. Да, то есть здесь они вот таким вот образом выглядят. То есть два виджета. Один для задания режимов теплого пола, да, второй для задания температуры для режима. То есть, соответственно, одним виджетом мы можем менять режим текущей работы, да, это энергосбережение, сушка там и так далее. Вторым задавать для соответствующего режима температуру. Я хочу напомнить, что данный термостат должен быть в версии прошивки 1.3 минимум для работы с Fibara Home Center. Связано это с тем, что хоть поддержка термостатов и появилась, нам все равно пришлось слегка наш термостат обновить, чтобы была полноценная работа. Вот поэтому, если у вас есть термостат младшей версии, то присылайте нам на его обновление. Также у нас появилась поддержка плагинов. Да, вот в данном случае здесь демонстрируется плагин для Sonos. То есть появилась более удобная работа с устройствами по сети. Я надеюсь, что в будущем количество плагинов для Fibara Home Center 2 и Lite будет все увеличиваться. В принципе, так и есть потихонечку они хотя бы один, наверное, новый плагин с каждой версией прошивки добавляют. Вот, да, то есть многие из вас знают, что работа с сетевыми устройствами на Home Center Lite затруднена, связанная с отсутствием на нем скриптового языка ЛО. Ну, вот теперь у нас есть плагины, поэтому что-то, конечно, не все, да, но как минимум Sonos, да, и температурная погодная станция Netatma, которая показывает уровень углекислого газа, да, и температура. Она может быть без проблем добавлена в, в общем, в экосистему Z-Wave и может быть использована в сценариях ваших. Вот, в общем, это долгожданное обновление. Мы ждем, когда появится стабильная версия. Все Fibara Home Center Lite, которые будут в стартовых наборах Fibara Starter Kit, которые у нас появятся в скором, я надеюсь, времени, также будут идти сразу с новой версией прошивки. И второе такое обновление, которое появилось, связанное с этой прошивкой, это раздел ассоциаций. Если кто-то из вас сталкивался с работой с многоканальными устройствами из Fibara, такими как Fibara RGBV контроллер, двухканальный реле Fibara, некоторые другие устройства, а также сценарные выключатели и брелки, Ремотек поддерживает, да, то есть термостат Ремотек и Zewaithme Floor термостат, Danfoss и Horstman, два термостата, работают с этой версией прошивки. Единственный термостат, который, к сожалению, не поддерживается пока что до конца, это Stella Z, связанное это с тем, что, как я и говорил, поддержка хоть и появилась, но там есть проблемка одна, ради которой нам пришлось обновить наши собственные термостаты, Floor термостат, обновить их версию прошивки. Со Stella мы такого сделать не можем, потому что это продукт компании Eurotronic Stella Z, соответственно, поэтому, к сожалению, пока не работает. Danfoss LC, ну если это 13, да, то есть терморегулятор, то да, он работает, то есть я еще раз повторю, работает Danfoss, работают Horstman Secure, это 7-дневный и термостат комнатный, а также термостат теплого пола Zewaithme и Ремотек, они все работают, да, нормально. Вот, к сожалению, единственный, который включается в сеть, да, даже вы сможете менять у него режимы, но температуру он, к сожалению, не будет принимать от Home Center, это Stella, связано это с багом Fibara пока что. И вот, собственно, возвращаясь к еще одному нововведению, это ассоциации, теперь появился новый интерфейс для настройки ассоциаций в Fibara Home Center Lite и Fibara Home Center 2 на версии прошивки 4.0+. Теперь можно настраивать как обычные ассоциации, так и многоканальные. Интерфейс слегка поменялся, стал чуть более громоздким, но теперь он более функционален. То есть теперь у нас есть устройства, да, то есть будут выводиться списком несколько групп там, да, у них может быть их несколько, в каждой группе вы можете выбрать эту группу, посмотреть, сколько уже устройств записано, да, сколько устройств вы хотите туда записать, в эту новую группу, и после этого поставить галку напротив соответствующих устройств. В принципе, на этом все, после этого сохраняйтесь, все устройства должны применить настройки, да. Самое главное нововведение, то, что появилась вторая галочка, вот эта вот буква M, означающая многоканальность, мультиченнел, за счет которой вы можете настраивать и многоканальные ассоциации тоже, напомню, это нужно, допустим, для работы со вторым каналом у фибаровского реле напрямую, или отдельными каналами РГБВ-модуля. На этом, в принципе, у нас все, и сейчас Виталий расскажет небольшой, да, дайджест ZWE, ZWE наше, да, какие у нас там нововведения, а также обновленный модуль для Iridium. Спасибо. Есть? Да, я к вам вернулся. Значит, мы продолжаем развивать наш контроллер Raspberry, периодически что-то, добавляем новые модули, добавляем новый функционал, и вот как раз я вам расскажу о нововведениях, которые у нас появились. Так, мне нужно показать вам мой экран. Сейчас вы должны увидеть мой экран. Так, вот пока идет запуск, ну, я коротко расскажу. Значит, во-первых, у нас появился модуль, который считает, сколько воды утекло. Он основан на базе любого бинарного датчика. То есть, вы, например, можете использовать Fibara, датчик открытия двери, либо Fibara универсальный датчик, ну, в общем, любой датчик. Просто в модуле вы указываете этот датчик, и он считает... Ай-яй-яй, я понял. К сожалению, я не смогу вам показать экран. Вот. Это очень плохо. Сейчас, секунду. Да, почему-то у меня для Mac скачивается виндовая версия. Ай-яй, ну, ладно. Я сейчас вам загружу скриншот приложения, как оно выглядит для подсчета воды. Вот, оно периодически расширяется, добавляется какой-то функционал. Так, ну, собственно, сейчас я вам покажу, как это выглядит. И далее мы перейдем к Иридиуму. У Иридиума вышла новая версия с обновленным интерфейсом. Некоторые уже ей пользовались. Некоторые, возможно, даже не знают, что она появилась. Ну, это вот про модуль срабатывания, про модуль подсчета воды, в котором вам нужно всего лишь указать сам датчик и указать начальное значение и сколько прибавлять литров за каждый такт. То есть, у многих установлены датчики старого образца, водосчетчики старого образца, которые просто каждые 10 литров замыкают контакт. Вот, это, например, у меня дома один счетчик такой, а один с Номюром. Вот, с Номюром пока поддержки нету, вот, но мы планируем это тоже реализовать. Далее. В отопительный сезон у нас появилась поддержка термостатов во многих модулях. Например, модуль расписания теперь поддерживает термостаты. Вы можете составлять климатическое расписание. Вы можете добавить термостаты в сценарии и использовать уже в других правилах автоматизации. Вот, ну, потихонечку термостаты появятся во всех модулях автоматизации, вот пока только в основных. Ну, в принципе, этого на данный момент достаточно. И про новый драйвер. Я сейчас дам ссылочку, где можно скачать новый драйвер Iridium. Вот ссылочка. Это страничка драйвера на сайте Iridium Mobile. Здесь есть краткое описание и скриншот. Ну, скриншот это, собственно, и сам драйвер. Драйвер представляет проект Iridium, который вы загружаете к себе и можете в интерфейсе там всего лишь поменять местами что-то и у вас готов проект. минимальное количество времени. Ну, я сейчас не буду рассказывать, как работать с Iridium. Вот, но могу сказать, что это очень просто. и обычно не вызывает никаких трудностей. А вот это вот сейчас у меня проект запущен. Я вам прислал его скриншот. Вот такой вот красивый драйвер. Уже подготовлено пять комнат. Вы можете добавить свои, можете убрать, если вам лишние. Можете перекомпоновать виджеты. на каждый виджет. Можете назначить команды. В общем, все, что до душе угодно, вы можете сделать с Iridium любую визуализацию вашего проекта. Да, вот люди отписываются, что реально работает. И мы над драйвером реально работаем. Так что ваши вопросы и предложения мы всегда готовы рассмотреть. Есть ли у вас сейчас вопросы? Передам микрофон Никите. Да, в принципе, на этом наша встреча подошла к концу. Единственное, что хочется еще сказать напоследок, для тех, кто следит и душевно переживает за наш проект Arduino совместимого устройства ZUNA. Несколько новостей. Как стало известно после начала бета-тестирования, есть определенные проблемы у первой реализации с радио частью. То есть радио часть была хуже, чем мы предполагали, получилось. Там серьезно хуже. Поэтому за прошедшие месяцы была проведена переработка радио части и скоро ну как не хочу говорить скоро в общем должны появиться в будущем ZUNA те же самые платы с обновленной радио частью. Плюс мы пересмотрели концепцию и решили еще чуть-чуть уменьшить форм-фактор. где-то наверное в следующем году уже будет новая итерация то есть новые платы ZUNA с вообще другой антенной с другим форм-фактором в общем проект жив и развивается также сейчас была проведена небольшая доработка программного обеспечения возможно в ближайшем будущем появится на ну в общем на сервере где хранятся все версии программного обеспечения для ZUNA вот так что работа идет своим чередом на этом спасибо до новых встреч это видео вы сможете также увидеть у нас на сайте в разделе видео давайте я вам оставлю ссылку там также есть записи всех наших предыдущих вебинаров и встреч для партнеров как сказала Полина в самом начале у нас на следующей неделе будет серия семинаров у нас в офисе плюс в конце этой недели вебинар introduction Z-Wave вводный вебинар вообще о Z-Wave тоже с удовольствием вас там ждем если у вас есть желание рассказать о вашей собственном опыте вашей собственной интеграции мы всегда открыты мы всегда рады увидеть ваши решения какие-то ваши наработки которыми вы готовы поделиться с другими поэтому пишите нам на почту и в следующей партнерской встрече у вас будет возможность рассказать об этом всем спасибо до новых встреч субтитры Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...